привет всем с вами антон магазин work out и с этого видео я хочу начать на канале новую рубрику под названием распаковка в рамках которой я буду показывать вам новые товары из магазина work out и вместе со мной вы будете видеть их первыми как они выглядят на что они способны должно быть интересно и в качестве первого товара для этой рубрики я выбрал наш кистевой эспандер work out давайте посмотрим на него и так вот так он выглядит в упаковке полиэтиленовый пакет внутри инструкция по тренировкам с ним достанем и развернем да вот тренировки с эспандерами положим и сам эспандер металлический эспандер как видите на пружине есть на пыление которое защищает от коррозии а на ручках есть насечки отдельно хочется отметить что насечки более приятные для руки чем на captains of crash то есть она не так дерет руку и может заниматься дольше без образования сильных мозолей снизу мы видим логотипчик наш логотипчик и соответственно указание на жесткость эспандера все эспандеры в линейке распределены по жесткости как определяется величина до сколько килограмм требуется чтобы сжать эспандер фактически вот крепится нижняя часть эспандера на верхней вешается груз и тот вес который необходим чтобы закрыть эспандер целиком и обозначает величину нагрузки эспандера да ну и дальше они все вот циферками отличается друг от друга вот такой вот эспандер вот декоративная насечка тоже есть для чего вам может пригодиться кистевой эспандер это второй интересный вопрос если вы занимаетесь много на турниках на брусьях на перекладине и допустим хотите увеличить количество подтягиваний но сейчас вы не можете делать больше подтягивания потому что у вас недостаточно сильных хват то есть вы висите и в какой-то момент руки сами начинают расцепляться то есть да вам нужно тренировать хват для этого самый простой вариант нужно больше заниматься на перекладине больше висеть но далеко не у всех есть возможность больше времени проводить на турниках на площадке и нужно придумать какой-то аналог чтобы тренировать хват свободное время когда вы допустим находитесь на работе на учебе и именно таким аналогом является эспандер кистевой то есть все то же самое когда вы его сжали у вас работают все те же самые мышцы которые отвечают за хват и они держатся в напряжении таким образом в любую свободную минуту которая у вас есть когда у вас есть под рукой эспандер можете потренировать хват и затем когда уже придете на площадку он уже будет значительно крепче вы сможете потянуться больше соответственно дадите больше нагрузку на другие мышцы там на спину на руки и так далее в этом несомненное преимущество всех таких эспандеров это естественно их компактность то что они позволяют заниматься где угодно что касается самих методик тренировок то здесь есть три три наверное основных направления во первых это динамика то есть количество сжатий сколько раз вы сможете полностью сжать эспандер второй момент это статика то есть вы сжимаете эспандер либо самостоятельно либо с помощью и затем удержите его в максимально согнутом положении образом опять же вот вы тренируете именно удержание третье эта нагрузка эспандера как я уже сказал они отличаются по нагрузке соответственно если вы смогли закрыть эспандер 40 килограмм можно переходить на следующий эспандер там на 50 на 60 у них шаг в районе так 10 килограмм есть он позволяет точно подобрать нагрузку соответственно чем более тяжелый эспандер вы можете закрыть тем сильнее у вас хват эти все три направления они не взаимо исключающие да то есть тренировать нужный 1 2 3 и тогда у вас будут сильные руки частности почему это важно для тех кто занимается на турниках много предплечье предплечье испытывают у вас нагрузку во всех упражнениях даже в отжиманиях от пола во всех там продвинутых вариант стойки на руках не только подтягиваниях да но во всех упражнениях вас напрягать предплечье чтобы они не получили травму они должны быть достаточно сильно развиты изгибатели разгибатели разгибатель потом поговорим вот поэтому очень важно уделять внимание качественной разминки и проработки предплечье не забывайте об этом и тогда вы не травмируетесь особенно это важно если вы планируете уйти в продвинутые упражнения там всякие висы стойки подтягивания на дно и о чем я на собственном опыте узнал вот важно важно развивать предплечье и в этом плане хорошая штука которая позволяет все время тренироваться вот такой вот получился небольшой обзор надеюсь он получился интересным полезным пишите комментарии если хотите увидеть обзор распаковку какого-нибудь другого товара ну и увидимся в следующих видео на нашем канале пока